Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2. Не удалось Полине Малининой вернуться на телестройку, все-таки права была Яна Захарова, утверждавшая, что таких тухлых и меркантильных участниц не возвращают. Признается и Давид Данг в соцсетях, что разлюбил Полину и сердце его уже практически занято другой девушкой. Неужели Давид Данг уже нашел замену Полине Малининой за воротами телепроекта, пока отсутствовал на съемках и привезет ее с собой в периметр после окончания новогодних каникул? Или не было никакой любви в паре Давида и Полины, а признаться в этом честно нельзя. Давид показался создателем реалити-шоу, перспективным участником, а Полина не смогла в его партнершах долго продержаться и теперь не прекращает попыток вернуться на поляну, тоже намекая, что нашла себе другого возлюбленного. Максим Моргенштерн сообщил шокирующую новость. Проснувшись утром, Макс обнаружил, что с его банковской карты списались деньги. Сума оказалась огромные 4 миллиона рублей. Моргенштерн в ярости и не понимает, как так произошло. Никаких звонков от мошенников он не принимал, ни с кем не разговаривал. Уже вечером Макс отправился к адвокату разбираться, в чем проблема. Моргенштерн уже дал понять, что обязательно найдет этих людей, и они ответят по закону за совершенное преступление. Зрители не скрывают, как сильно они недовольны работой кастинг директора Дома-2 Надежды Ермаковой. Надя не просто набирает скучных участников, а иногда даже не совсем адекватных, как, к примеру, в случае с Назаром Зиньковским. Многих стали откровенно раздражать старички, тем более, что они пользуются негласным иммунитетом, поэтому выживают с проекта даже относительно неплохих участников. Судя по всему, самые преданные фанаты телестройки готовы взять ситуацию под свой личный контроль. Они требуют устроить зрительское голосование, более того, уже озвучены имена тех, кто сразу вылетит за ворота. В число таких счастливчиков попала Кристина Бухенбалта. Девушка неоднократно сама заикалась об уходе, однако после пары недель за периметром неизменно возвращалась обратно. Покинуть телестройку пора Яне Захаровой, которая просидела на шоу без отношений почти полгода, хотя по правилам речь идет всего о 60 днях. А вот третьей кандидатурой стала сама Ермакова. Зрители предположили, что за периметром выполнять свои рабочие обязанности Наде будет легче, ведь у нее наконец освободится время, которое сейчас она тратит на пустую болтовню. Алена Савкина и Илья Семин стали гостями новогоднего выпуска Дома-2. Съемки состоялись несколько дней назад, но самой Алене нашлось чем поделиться с фолловерами даже раньше эфира. Его зрителям покажут в канун Нового года 31 декабря. Ни для кого не секрет, каждый новогодний выпуск на проекте подводит итоги года, причем номинируют и вручают награды даже тем, кто уже покинул периметр. И на этот раз организаторы не обошли своим вниманием Савкину, ее теперь уже законного супруга. Сама Алена призналась, что ожидала приза за самый громкий скандал года или чего-то похожего, именно поэтому была приятно удивлена, узнав, что ее пару с Ильей отметили как самую романтичную. К слову, статуэтку в виде сердца Савкина и ее благоверному вручили Майя и Алексей Купины, которых долгое время считали самой образцовой семьей телестройки. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость. Сайта шлок исполняется 6 лет Теоне, младшей дочери ведущей Ксении Бородиной и популярного блогера Курбана Амарова. Мама поздравила роликом и теплыми словами Тею, принеся свои извинения за нелегкий год, в который произошел ее развод с мужем. Не случайно на днях Ксения вспоминала в микроблоге историю своей беременности младшей дочерью, видимо, уже шла подготовка ко дню рождения девочки, которая очень любит не только маму, но и папу. Тем более, что не только беременность Ксюша скрывала так долго, как могла, но и пол дочки держала в секрете. Поздравляем Теону с днем рождения, присоединяемся к пожеланиям ее мамы Ксении Бородиной, пусть развод родителей не станет для нее травмой, ведь ребенок любит их обоих. Ведущая телепроекта и подруга Ксении Бородиной Ольга Орлова опять возмущена от той информации, которая представлена о ней в интернете. В своем микроблоге певица и телеведущая Орлова пожаловалась, что даже в Википедии искажены данные о ее росте и личной жизни, как будто не знает Орлова, что в Википедии любой может редактировать страницы, а уж ее уточнениям там бы только обрадовались. При этом Ольга Орлова уже устала отвечать на слухи о своей беременности, шутя, что она просто толстая, и радуясь адекватным комментариям и мнением о собственной персоне, как и защите Влада Кадони. Убеждается Ольга Орлова, что тяжела ноша публичности, особенно если она связана со скандальным телепроектом Дом-2. Семья Ибаровых на тусовках Дома-2 не появляется. На съемки новогодних выпусков этих бывших участников не пригласили, остается только рассказывать о своей жизни и планах в разных соцсетях. Вместе Илья Ибаров и Настя Голд появляются преимущественно в ТикТоке, записывая совместные ролики. В Инстаграм общается с подписчиками Настя Голд, которая призналась, что сейчас самый часто задаваемый ей вопрос касается отношений Ильи Ибарова к его детям. Несмотря на негативное отношение фолловеров к антигерою Дома-2 Ибарову, который хорошо известен своим наплевательским отношением к собственным детям, Настя Голд уверена, что к их ребенку муж будет относиться трепетно и станет образцовым отцом. Выдает желаемое за действительно Настя или пытается всех уверить, что радикально изменился Илья Ибаров после ухода с телестройки или намекает Настя на возможную свою беременность? Зачем ты этот вопрос актуальным объявила? Анна Мадан и Максим Моргенштерн ответили на вопрос по поводу свадьбы и ухода с проекта. Ребята недавно вернулись на Дом-2 во второй раз, хотя многие говорят, что они не уходили и у подписчиков накопилось много вопросов к ребятам, на которые они вчера дали ответ. Пока они на Доме-2, но не исключают, что могут скоро покинуть проект навсегда и начинать реализацию в ней периметра. Про свадьбу на 2022 год ребята ответили неоднозначно. Возможно, она состоится, но пока точной даты назвать никто не может. Будем наблюдать за тем, как ребята находятся на проекте, решают свои проблемы с коллективом и между собой. Александра Черно вышла на связь с фолловерами прямо с утра, правда не с самыми хорошими новостями. Как оказалось, Саша серьезно заболела, почти не встает с кровати и, судя по симптомам, это может быть опасный вирус. В стори Саша призналась, что из-за страха заболеть у нее начала развиваться паранойя, однако такие симптомы, как температура выше 38, боли в горле, груди, красноречиво говорят сами за себя. Впрочем, у подписчиков Саша все же поинтересовалась, как протекала болезнь у них, явно рассчитывая услышать хоть что-то оптимистичное. К слову, Черно посоветовали не тянуть. С вызовом врача уже озвучили список лекарственных препаратов из серии «Первая помощь». Сама Александра подчеркнула, что уже сделала аптечный тест, которому, правда, не сильно доверяют, и вызвала курьера из частной лаборатории. Вот только последняя не спешит к выпускнице Дома-2, заставляя ее нервничать и писать гневные тирады в сторис. А еще Саша сообщила, что три дня питалась только шоколадками и поправилась на 2 килограмма. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!